Здравствуйте! Говорит и показывает Казахстан. В эфире главные новости. Я Луа Китигенова и мои коллеги готовы рассказать о самых важных событиях пятницы 9 июня. Смотрите первые и узнаете первыми. И сначала коротко о том, что мы покажем сегодня в выпуске. Историческое решение. Действующие лица меняются. Здесь все серьезно и будет еще серьезней. Волнуется сегодня даже президент. Репортаж саммита Шанхайской организации сотрудничества подготовила Юлия Лосеева. Не пропустите. Добро пожаловать на Экспо. Больше миллиона двухсот тысяч проданных билетов. В Астану едут гости со всего мира. Архитектура в этом городе действительно крутая. Впечатление туристов записала Юлия Волкова. Грандиозное начало. Церемония открытия международной выставки Экспо на первом в Казахстане. До прямой трансляции осталось несколько минут. Мы покажем поздравления высоких гостей и выступления известных артистов. Оставайтесь с нами и не пропустите события, о котором будет говорить весь мир. Наша страна располагается в двухчасовых поясах. Начало девятого в Астане и на большей части территории нашей страны. А на Западе на час меньше. Местом исторических событий сегодня стала наша страна и местом принятия исторического решения. Астана объединила 40% населения планеты. Нурсултан Назарбаев встречал коллег по Шанхайской организации сотрудничества. В четко спланированные дипломатические процедуры корректировки внесла сама жизнь. Волнение, технические заминки и главное долгожданный итог. Все детали у Юлии Ласеевой. На исходной позиции Нурсултан Назарбаев. Сдержанный и предельно серьезный. Пока не увидел широкую улыбку главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. И президента России Владимира Путина, с которым они за пару секунд обсудили что-то явно очень важное. Не успели с ковровой дорожки удалиться главы Таджикистана и Узбекистана, как телеоператоры чуть не распрощались со своей аппаратурой. Видимо, от волнения на таких исторических встречах всякое бывает. Что и говорить, волнуются и сами главы государств, мировых держав, если угодно. В таких моментах вспоминается история, когда после того, как пять государств решили проблему границ с Китайской Народной Республикой и расставались после подписания, и с тогдашним председателем Китая, господином Зиньцзаменем, мы вдвоем, я, предложили, давайте не будем расходиться после подписания границ, а организуем экономическое сотрудничество. Так возник ШОС. Но тогда можно было только мечтать о том, что шанхайская пятерка, которая 16 лет назад зарождалась камерной и по-домашнему превратится как минимум в восьмерку и будет отвечать за безопасность почти половины населения планеты. В ее дверь настойчиво стучат новые члены. Им вежливо отвечают. Добро пожаловать! На очереди враждующие Индии и Пакистан, которые пережили три кровопролитные войны. Символично, что 12 лет назад именно в Астане им популярно объяснили «Хотите в ШОС – дружите». И, похоже, они хотят. Сегодня, опять же, в Астане премьер-министры сидят за одним столом, делая друг другу многозначительные реверансы. Поздравляем Индию со вступлением в организацию. Теперь они официально приняты в элитный клуб ШОС. Возможно, мир ждет очередная политическая оттепель. Хотя теперь внутри организации, членов которой запросто можно назвать друзьями, другого выхода у Индии и Пакистана нет. И в этом силу и потенциал ШОС видят далеко не только ее участники. «Особенность сегодня ШОС состоит в том, что при желании всех членов шанхайской организации никто, нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире». Этот саммит заочно назвали историческим. Он стал последним в составе шести стран-участниц. Это завершение одного этапа и начало другого. Но одно останется неизменным. Этот альянс вне блоков и ради мира готов сотрудничать со всем миром. Юлия Лосеева, Талгат Аханов, Астана. За 15 лет существования шанхайской организации сотрудничества ее экономический потенциал значительно возрос. А теперь, после присоединения Индии и Пакистана, усилился и международный авторитет. Отмечу, исторические отношения между этими странами были не самыми простыми. Как и между Индией и Китаем. Но их взаимодействие в одной организации – политический успех. Подробнее о том, что из себя представляет азиатская «Большая восьмерка», расскажет Даурен Хайергельдин. Международную организацию в 1996 году основали Казахстан, Россия, Китай, Киргизия и Таджикистан. В период своего существования лидеры государств-членов шанхайской пятерки встречались поочередно в Шанхае, Москве, Алматы, Бишкеке и Душамбе. Итогом этих встреч традиционно стали документы о более тесном сотрудничестве сразу в нескольких областях. В 2001 году в организацию вступил Узбекистан, изменив количественный формат саммитов. Тогда альянс официально был переименован в Шанхайскую организацию сотрудничества. И сегодня, спустя 16 лет, её новыми участниками стали Индия и Пакистан. Главными задачами ШОС остаются укрепление стабильности и безопасности в азиатском регионе, а также развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами организации. В последние годы повестку саммитов в основном формируют вопросы противостояния глобальному экстремизму и урегулирования военных конфликтов. Между тем, участники встреч находят возможность обсуждения экономических проектов. Один из них — новый шёлковый путь. Он предполагает создание глобальной системы сухопутных и морских транспортных коридоров между Азией и Европой. Впервые в истории Шанхайской организации сотрудничества для участия в работе Совета глав государств прибыл генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антонио Гутерриш. С ним сегодня встретился Нурсултан Назарбаев. Президент рассказал высокому гостю, что в этом году Казахстан учредил премию по борьбе с ядерным оружием. Значенным событием является и ожидаемое создание банка низкообогащённого урана. Мы всегда поддерживаем ООН и всю его деятельность. Вы знаете, что Казахстан — лидер антиядерного движения, отказались от ядерного оружия. В этом году, в августе 29-го, в ООН объявлен днём борьбы против ядерного оружия. В свою очередь, генеральный секретарь ООН поздравил Нурсултана Назарбаева с проведением саммита ШОС. Антонио Гутерриш особо выделил факт вступления в организацию двух новых членов Индии и Пакистана. С учётом ваших традиционных способностей к посредничеству, я думаю, очень важно не только то, что Индия и Пакистан сами по себе присоединяются к организации, но и что именно на этой площадке они имеют новые возможности. Также сегодня глава государства встретился с министром иностранных дел Ирана Мухаммад Джавадом Зарифом. Спасибо, что вы приехали на открытие Экспо. Это очень для нас приятно. Наши отношения всегда были хороши. И нет причин, чтобы они ухудшались. Путешествия для молодых людей скоро станут более доступными. Это ещё один из результатов работы Шанхайской организации сотрудничества. Новый проект получил название «Молодёжные карты». Он рассчитан на тех, кому от 14 до 35 лет. Его цель – помочь узнать культуру и традиции стран-участниц ШОС. Желающие должны получить специальную карту, которая позволит покупать туры по сниженной цене, а также со скидкой посещать культурные мероприятия. Пилотный проект опробуют в будущем году в России, а затем планируют распространить его на все восемь государств-членов организации. Наша задача, и мы нашли этот уникальный механизм, дать такую гарантированную возможность человеку, понимая его достаток и так далее, небольшой, раз в год съездить в любую страну ШОС. И в эти минуты, внимание всего мира приковано к Астане, завершаются приготовления главному событию – церемонии открытия международной выставки Экспо. Лидеры десятков государств и организаций глобального значения уже заняли свои места. Среди почетных гостей президенты стран участия шанхайской организации сотрудничества. На территории Экспо работает корреспондент первого в Казахстане Алексей Макотюк. Он сейчас на прямой телефонной связи со студией. Алексей, что сейчас происходит? Все ли готово к открытию? Спасибо, Алоа. Сейчас нахожусь в пресс-центре международной выставки. И здесь за открытием Экспо наблюдает около 1200 представителей СМИ из самых разных стран мира. Сегодня действительно важный день в истории нашей страны, так как мы открываемся миру в новом свете. Страна в Великой степи доказала, что является и страной высоких технологий. Наши лучшие достижения в чистой зеленой энергетике будут представлены в самом крупном павильоне в сфере Лур-Алем. Алоа? Алексей, как что известно о предстоящей церемонии открытия? Официальная часть церемонии начнется уже через несколько минут. Символически 20-17 десятки мировых лидеров и представителей стран-участников уже на местах. И тут последнее приготовление. После этого на сцене амфитеатра стоит концерт. А затем гостей ожидает грандиозное световое шоу. И вот ее частью станет и сама сфера, которая превратится в один большой экран. А в 22-45 над экспо-городком грянут фейерверки. Пусковые установки размещены практически на всей территории выставки. А это десятки гектаров. Организаторы обещают, что это будет незабываемое шоу цвета и красок. Ага. Всего в охране мероприятия задействовано несколько тысяч человек, среди которых не только люди в погонах, но и добровольцы. Студенты помогают иностранным гостям с переводом, прохождением досмотра. Также проверяют билеты и сопровождают до нужного пункта. Алло. Алексей, а когда можно будет увидеть источники получения той самой энергии будущего, которые привезли на выставку другие государства? На это абсолютное большинство зарубежных павильонов уже готовы к приему гостей. Так что завтра все желающие смогут их посетить. Известно, что утром планируется презентация павильона Организации Объединенных Наций. И отбивать экспозицию будет ее руководитель Антонио Гутерриш. И это все завтра. А сейчас все готово для главного события – церемонии открытия международной выставки Экспо-2017 в Астане. Алло. Спасибо, Алексей. А нашим телезрителям я напомню, что на прямой связи со студией из Экспо-городка, где сейчас все готовы к открытию международной выставки, был корреспондент первого в Казахстане Алексей Макатюк. До официальной части осталось несколько минут. Напоминаю, первый в Казахстане будет вести прямую трансляцию. Знаменитая на весь мир китайская терракотовая армия прибыла в Казахстан. Глиняные статуи воинов, предметы оружия, украшения из драгоценных металлов и домашняя утварь, изготовленные еще до начала нашей эры, представлены на выставке в Национальном музее Республики Казахстан. Открытие состоялось в рамках международной специализированной выставки «Астана-экспо-2017». До сих пор хочу сказать, что раскопки делаются еще. Только что сам директор сказал, что, наверное, эти раскопки будут вестись 10-20 лет, и на данный момент они все снова находятся и находятся. Терракотовая армия – это более 8 тысяч глиняных статуй воинов размером с обычного человека. Внешность каждого индивидуальна. Коллекция считается историческим шедевром. Она была обнаружена в 1974 году в Китае и позже включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Международная выставка «Астана-экспо» распахнет двери для туристов уже завтра в 8 часов утра. Павильоны будут работать до 11 часов вечера. Без перерыва на обед в рамках «Экспо» запланировано больше 3 тысяч мероприятий. В Астане выступит итальянский певец и композитор Эрос Рамазотти, российские звезды Тимати, Егор Крит, Полина Гагарина и Мумитроль. Свой первый сольный концерт даст Димаш Кудайбергенов, а в дуэте с ним споет известная франкоязычная певица Лара Фабиен. В Театре «Астана-Опера» можно будет насладиться творчеством солиста Миланского театра «Ла Скала» оперного исполнителя Пласида Доминка. Напомню, еще до открытия «Экспо» было продано свыше 1,2 млн билетов. Каждый десятый купили иностранцы. Цена варьируется от 4 до 8 тысяч тенге. За время выставки столица ожидает около 2 млн туристов. Первый в Казахстане ежедневно будет держать вас в курсе событий на масштабной выставке. Не пропустите. Мы еще раз поздравляем всех с грандиозным событием мирового уровня. И прямо сейчас предлагаю вашему вниманию прямую трансляцию церемонии и открытия международной выставки «Экспо-2017». Давайте посмотрим вместе.